Мы продолжаем рассматривать лучшие партии до 50 лет, с 1965 года по 2015. Почему? Определенно в 1965 год, потому что в тот год впервые был издан самый крупный шахматный дизайн и шахматный информатор. Партия бесконечного множества существует в природе, а в этот шахматный информатор попадают все лучшие партии, в частности, известное жахматное название «Краспейцев», «Сильных мастеров» и т.д. Это первый дом вышел в в 1945 году, начиная с того года каждом дом определялась лучшая партия специальный тем, если… Потом «Краспейцев» из этой партии, из 30 партий еще отбирали, и «Порядочные» давали баллы, и в конце концов мы определили 10 лучших партий, Партии, которые мы в оценку нашли, и партии, когда мы набирали наимающих количеств баллов, назывались лучшие. Лучшие партии в каждом доме, получается в год три партии, три раза информационно издавался. Из трех партий я выбирал в револютористы одну. Таким образом, я как бы назначал лучшие партии в годы, но это условно, конечно, потому что сейчас такое количество людей, как в партии играется, это очень трудно сделать, но в том же время голосовать, как вообще можно определить. Следующий партий, это партия Набора Танада. Она потом уже выиграет у Крамника и станет 15-й чемпионом Юрия. 12-й Карпов, 13-й Каспаров, 14-й Крамник и 15-й станет Набора. Но он станет чемпионом Юрия. Он стал одной из самых ярких. Железный мир осталось через 10 лет. На этой партии одна из самых знаменитых и ярких в творчестве Адамдова. Сейчас, Саша, вы увидите, есть 4-й. Здесь последовал довольно ход, который, ну, теории немножко осуждают. Д-5, это один из полоткрытых дебютов. Тут, напомним, я бы не был открытый дебют, есть Центрель, Центрель – стыганская защита. Центрель – защита Каракан. Д-6 – защита Крюн-Крюн-Крюн-Крюн-Крюн-Крюн-Крюн-Крюн. И если не больше 1-6, то, конечно, играешь в хвате невскушенной, начинающей. Но все перечиски будут встречаться в практике. И в конце ходе до 7-5 за 20-12 на счету. Белая сразу прочитает пешку. Но у этого хода есть один недостаток, что ферзь, если скидает 1 на 5, чтобы, конечно, что-то играть. В результате в шарматах дебюс не очень хорошо, когда ферзь выходит, он тратится массу темпа на то, чтобы его потом увезти, когда он начинает попадать на ферзя и прогоняет. Поэтому это немного критикуются всегда. Ну, тем не менее, на микробусе все равно, черный нарядный ферзь, но вот белые, наши друзья, ольца 3, то есть они выигрывают темп, и ферзь уходит в бок, ферзь опять, d4, видите, у них мощный центр белого, d2, d4, уже и в пешках, и ферзь делает поля в центре, а ферзь опять ничего не делает. Так что можно оценить как более перспективную позицию для белых. Здесь поставлен конь f6, конь f3. Здесь ферзь можно почувствовать себя не уютно. Добавить, что есть конь e5, а там, например, конь c4, как-то ферзь может, в общем, потеряться. Поэтому здесь такой ход c6 еще раз играет. Значит, при необходимости, c7, 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 при необходимости, чтобы уйти везем к себе туда поближе к королям. Соц e4, белый драга химиконизационного развития, c5, c5, конь e5, видите, активность, она дает для себя значение, конь e5, и еще, правильно правильно, конь e5, конь e5, конь e5, конь e5, конь e5. И вот здесь белые начинают активно играть. В пользу с тем, что они выражают родители, они сыграют g4. Хотя вот и такие, в принципе, приходится, g4, ослабление собственного короля. Но здесь несколько темпов указывается, все фигуры разные. Поэтому этот ход оказывается сильным. g4, черный, куда вступать? Сложно 6, совхваление. Белый сыграет h4, тесня слона h4. Керный сыграет кой-б, d7, кой-б, d7, d7, размер на d7, кой-б, d7. Ну, не королёв же, в центре застрой. Кой-б, d7. Здесь последнего h5. Белый дальше h4, h5. Белый дальше конь слона. У слона единственное поле какое? Слону e4. Слону e4. Нет, а здесь конь связан, поэтому этот ход возможно. А и начальчик просто черный осад. Слону e4. Белый ладья подбой. Белый ладья h3. Немножко не стандартная позиция. Они ладью вводят в игру по крайней мере. Конечно, встречаются и так часто. Ладья h3. Чёрный сыграли з4, h2. Слону е4, g2. Слону e4, g2. Слону e4, g2. Е4, g2, g2, вниз. Вниз, куда-бы, сходу, g2. И бедный сыграл на этой игры. Игра, конечно, не наша странная в игре. Но пока все это в теории. Такой вариант есть. Бедные коня не прядь из-под слона по доске, но при этом, собственно, король у них ослаблен, потому что все эти моря, они немножко подозрительно, но они уже стоят в центре. Чем хочется делать, пока неизвестно, но активный супер явно очень много фигур разбитых. Черный конь Б6 играет, конь Б6, я буду падать за слона, слон вступил на Д3, черный супер играет конь Д5, продолжает гнать эту ладью. И вот здесь последовало, здесь последовало неожиданный ход F3. Это неожиданный F3, нет, F2, F3. В чем идея? Они отдают ладью, но окружили того слона. И он, конечно, погибнет. А как вы знаете, две фигуры, это сильнее ладьи. Поэтому, если вы съедите ладью, я съем этого коня, а потом еще, когда я съем этого слона, я бы две фигуры с ладью перевес ем на стороне пенок. Поэтому, не все так просто. А если бы я пошел не F3, а не F3, казалось бы, обществом слон в ловушке, то мне было бы забавный ход с умножением. Чёрно стоять вокруг, но, тем не менее, они как бы за угла действуют на центр, и его там не схватишь. Если так, обратно ходить сюда. Ну и так далее. Так что... Так что? А? Где мой слон стоит? На высоте? Если я стоял, можно ли его так сказать? Нет, ну можно будет, но он хитрее сыграл. Так играть-то можно было. Во-первых, если ты, не забывай, если вы скучите, там два удара. Это не опасно. Но он именно хитрый сыграл. Он уже где-то было его, но он окружил слона. Он окружил слона. Ну вот. Кстати, еще был интересный ход. Еще был такой интересный ход. Вот. Как кажется, что очень сильный ход коробки 2. Потому что уйти, чтобы от связки. Здесь неоградный ход. Чёрный решает перед БС-3. Но не решает они, а неожиданный разгон. И если я беру, то он гонит жертву, теряет вверх, и чёрный в полном порядке. Вот. Поэтому... А вот это и такой тоненький, дикий ход. Он связан с жертвой, но жертва мнимая, потому что пришла из жертвы. А её отдают, а потом слону не будет и у вас. Чёрный играет слону и чтение, связанное до угоня. Здесь можно было пойти, а не сидеть, менять фигуры и определённую компенсацию получить. Я просто никуда оставил слону варианта, потому что красивый БС-3. Чтение, да, всё это дело. Слово Б-4. Но уже три нападения на поле С-3. Коль, слон и ферзь. Поэтому... Тут... Нет, здесь... Так возможно было. Но тогда... Если так, то он как раз уже может сидеть сюда. На В-3, потому что... Тоже быть слоном, и на С-3 туда переберёшь. Тут какая-то неясная водитель. Поэтому... Белый прослушный королевский ещё сразу же на слон на паре. Ладно, потому что на С-3 здесь не опасно. Теперь все фигуры повестки. Слон главный повестки. Ещё на него не отдали. Поэтому... Чёрный победил на С-3 слоном. БС. Пять победил на С-3. То есть... Чёрный... Выиграли те же вопросы. Чёрный... Белый ничего не отдали. Потому что... Сложно же два подбора. Куда... Куда у Т-10 неизвестно. Не висит водяна на А-1. Белый сыграл на А-1. Ну, во-первых, ушли из-под боя. Во-вторых, на паре на Б-7. Пока... Какая ситуация? Пока всё нормально. Слон стоит... На Ж-2 под ударом. Но... Чёрный... Они, конечно, не помогли терять себя. Задать слон Е-3, и потом терять слон. Ну, он на газете двумя слонами. 2-е-8 слонами. Владимир. Поэтому... Такого входа сел. Вот? Я уже достаточу. Можно это назвать? Я сказал, что здесь делай слон. Сейчас? Да. Конечно, да. Чёрный. А куда он потом денется? С... Да нет. Слодерку 3 может быть. Можем просто прежius есть. Нечеря курицу. А он закупорился это всё. Ему экономит. Поэтому черный исход еще. Фелик идет D4, они пока сопротивляют. Фелик идет D4. Нет, нет, за счет Фелик не оставалось. Они бьют D4. Вот они приводили пока пешечку. Там уже даже не пешечку, они приводили на D2, приводили на D4. Но слово-то все равно за персель. Ну, это не страшно. Слон возвратов надо потерять и слон никуда не деться. Поэтому белые играют на D4. На D4. Утеряли все пока в порядке. Там лишь ли пешечку черный, но он слон даже 2 вообще. Все-таки стоит очень плохо. Но бить его просто так нельзя, потому что когда я беру на D3, я коня этого не выиграю. Потому что я могу только выразумевать, но тогда толпы никакого нет. Потому что белые играют без качества. Поэтому бить его нельзя, когда забрали пешку. А черный стрелял 1,8. Кажется, что у черных все в порядке. У них слон хоть за 2 года ударился на D2 и пас, а пас стоит. Но как развить инициативу? Да. Потому что победа нельзя, просто теряется в ладьях. И качество теряется, и черный остается без фигуры. Замутся опять. Ну а тогда просто закончили, видите, например, тут непонятно, когда же действует. Надо какой-то план. И вот здесь сделал… Докалдисто. А? Докалдисто. А это с ладьями связаны. Не все так просто. Как развить это? Слона нельзя развивать, потому что здесь ладья вискинцы. Белые сделали очень хитрый ход. А черные не догадались, что было. Они друг взяли и собирали 1,6. Просто скинули пешку. И вообще здесь не рассказал нам, что соперника. Мазор брал 1,6. Ему, конечно, надо было вообще тяжкие. То есть пойти сюда, там пробить. Слоне 3, отступить. Ну, слава богу, потерялся, никогда не денешься. Но все-таки две пешки. Две пешки там и ладья, и фигуры. Можно было сопротивляться. Есть всякие длинные варианты, так они более-менее держатся. Но он задолжал, чтобы он не понял, в чём дело. Не понял, в чём дело. И будет это понятно только через ход. А какой он способ, если билет? В общем, в связи. Вот который, на который она не рассчитывала, который он и сделал. Ну, а шла, всё это грозит. Тем более, как его, например. В первую очередь, он, наверное, может быть. Вот даже если бы он ходил, а что толку? Какая еще идея и какие-то хода? Не просто интелльный шпик, что тут какой-то фигура, а какой-то идейный ход. Догадался он или не легко, конечно. Но вот она тема отличалась, что он уже какие-то шикмулисты. Он заранее всё это не догадал. Здесь первый сыграл, вы не поверите. Вы не поверите, он сыграл. Хоть, конечно, фандоксиальный. А сыгрался он уже шесть. И через фельс просто оставил всегда под бою. Это колоссальный ход, конечно. Когда он его сделал, то начинаешь понимать, что его делало. А дело его очень просто. Здесь в первой грузе нельзя. В первой грузе нельзя. Дело кончается в ванну. Слон битый семь шаг и на королев восемь. Слон... Нет. Ладья на... На фельс. На фельс. Сначала владея в шельсах. На фельсах. Зачем владея в шельсах? Владея в шельсах? Владея в шельсах? Здесь спешка связана. Вы должны играть в первых восемь. Теперь что? Теперь что? В шельсах. Слон битый шельсах. В белых нет чистого фельзя. Такое в эфире это бывает, когда в вашем младе сядет без фельзя. Если не хороший восемь, снова битый семь мат. Вот такая комбинация живет и фельзя. Расставим на место. Одна из самых красивых и ярких напоминающих комбинаций чемпиона мира будущего. Ну, два лет просто было бы. Только недавно потерял свой звание, когда проиграл Кансенову два раза подряд. Значит, теперь наконец выясняется, в чем... Где можно ставить? Я ставить что-то в базисе, что-то в ходе шель. Теперь наконец выясняется, в чем был в ходе шель. Потому что сразу же шельского этого не было. Просто черный битый фельдя. И владея в шельсах отступил на ноль в восемь. И все. Никаких ни угроз, ничего нет. Здесь именно надо было эту пешку завлечь на шесть, чтобы потом подключился этот свод. В этом же было самое все. Но даже после этого хода латьея не сообразила чего делать. Не угадала слову, что она... Последование в ходе с 06, знаете, когда эфирный ход, ставятся два скидئинных знака. То есть этот ход заслуживает двух скидئинных знаков. И если ход очень плохой, то, когда партии напишиваются нотации, то ставятся два вопросительных знака. Если просто плохой вопросительный знак, если просто хороший, то ассоциательный знак. Но когда очень хороший, то ассоциательный знак. Вот конус служа 6, конечно, это заслуживает ассоциательный знак. Это вообще редкий в гроссвейцинской практике, редкий случай, когда филос жертвует собой даже взаимодействие дерева. То есть, если черный берет в Америку на Д1, посмотрите, что там в доске. По две ладьи, и по двери фигуры, и у черных лишний ферз. Так редко бывает, просто в этой позиции. Но дома даются, как мы знаем. Но смешно, что лишний ферз в доске. Ничего за него нет, даже пешки нет. Даже у черных больше пешки, у них 6 пешки. Вот такая комбинация, это, конечно, одна из самых красивых для общественных факторов. Но она простенькая, но тем не менее, после того, что она же 6-го почитает. Поэтому ведь на 6 нельзя, на 6 нельзя, черный оступик, как и на 7. А почему нельзя было здесь другой пешкой? Аж-7 почему? Аж-7? Аж-7? Нет. Аж-7 забакой. А раньше, в смысле, дохода с уже 6? Да. А какой там вы говорите? В этом прошло я 6. Но тут выбора нет. Я попринь, да? Нет. Здесь выбора нет. Здесь идите, кто ко мне, вечно. Правильно? Значит, я считаю, это там, как слона. Но я, когда на G6, я играл на G6, то ферзь попал. Тут никакой пешки нельзя бить. Потому что ферзь. Просто ферзь. Это мало ли ферзя. Тут приходится принимать жертву ферзя. А тогда уже совсем нет. Если сюда, значит, еще раз, это такая комбинация. Нет, я понял. Комбинация была красивой. Можно еще раз повторить. Жертвы слонья. Здесь выбора нет. Нельзя пить пешки, потому что она связана. Приходится идти, когда мы занимаемся. Я наступаю в этот слон с шаром. Слона шесть шаров. И на караже восемь – слона семь шаров. У нас слона мотует для двух каража черного. Причем у черных вызывает лишний ферзь. Вот поэтому, взять и нельзя. Черных единственных будут. Они семь. Они перегородили седьмую линию и на четыре лагировки. Ну, здесь уже просто… Здесь уже просто идет расплен. Размен, размен. Здесь уже просто выкид. Размен, размен. И… Бедный просто выиграл на этот риф. Ладья ушла… Да. Просто… Ладья ушла из подвоя теперь. И… И… А слон… Ладья как встрее висела. Да. Теперь она уже висела. Она ушла. А слон так остался. Причем. Поэтому… А если тут… И слон так остался. Ну, можно слон выиграть. Здесь… Здесь… И еще не здесь есть. Здесь… А здесь 100 сразу теряется. Да? После 100, и 4. Слов теряется. Белая-зарьская шиферия. Она не замучается. Поэтому здесь уже это… Можно было сразу застать. Черных сумел на арене 8. Продолжен размер. Размен. Размен. Бедный спокойно. Шестонного образа. Словно 2. Вот. Ну, здесь… Здесь… Словно… Словно… Ладья как висела, что слова не спасли. Ну, есть такой вот. Словно 1. Он тогда просто… Словно 2. Напал на ладью. Ладья и 8. Ладья и 8. И словно 6. И… Ну, слова можно и не брать. Потому что он никуда не денется. А… А… Этого еще… Завязывается после 1.5. Пошли для одного года. Если король уходит, потеряется конь. Сломали его. Значит, можно, конечно, ханить пешками. Но… Белые будут эти пешки, как и дать так. Опять это 4. Бедный, 4. Ну… Съедать 7 квадратов. Опять на этом теряешься эту фигуру. А потом… Словно 2. Словно 2. Чтобы пофиг без. Но как хитро он так касался. Словно 2. Съедений не был. Ну… Эффектная такая парция. Черный задь – это так называемая парция менятьчегов. 25 ходов. Последний ход. 2.3 было на 25 ходов. Черный задь. 25 ходов – это менятьчеговая парция. Черный задь – это 20 ходов. Продолжение следует...